Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Гомельский 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 Редактор субтитров А.Кулакова Гомельский 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 новокольного сярода, зараз на Огомничине наличивается около 50 водоемов, где склалась несприяльная ситуация. В связи с чем экологи навод объяснили огоньнообразную акцию. Дадим рыбе вздохнуть. Принять удел может каждый небояковый человек. Мы на сегодняшний день режем лунки, накрываем соломой для того, чтобы обеспечить доступ кислорода в эту воду и увеличить количество его. Для того, чтобы рыба не погибла. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадио компания «Гомель». Антикварные предметы во всей их шмат подгранности, представленные у Гомельским палацево-парковым ансамбле. Одна частка экспозиции со сбору ведомых агомельского коллекционера Сергея Путилина, другая – с фонда у музея, подобранная по аналогичных мастацких и хронологичных рисах. Прадметы даунины сгрупированы по разных видах и техниках декоративно-прикладного мастацтва. Выробы с фарфору и шкла, уникальные гадинники, предметы интерьеру, упрыгоженные к луазане. Гэта вельми тонкая техника, якая дозволяя на металличный сосуд, припаять тонкие дратинки, залить расплавленные эмалевые фарбы и отшлифовать. Таким чином отрымливается незвычайный узор. До такого способа упрыгоживания звертались творцы у сходних краин. У новым формате проставлена французская мебля эпохи Другое империи Наполеона Трэтьяха. Гэта 19-е стагодзе час адраджения Другое империи Франции. У той час медь такую меблю лечилася прэстыжным. Подобными рэчами володали и паскевичи. У каждого человека есть определенный трепет перед старыми вещами. И, собственно говоря, это задача у нас, музейщиков. Мы собираем такие вещи, мы ими комплектуем наши фонды, мы показываем их в наших постоянных экспозициях. Но есть и другой вид тех, кто собирает эти старые вещи. Это коллекционеры. И в данном случае у нас была задача показать удивительные коллекции одного из таких собирателей, антиквара Сергея Путилина. Вечер белорусской культуры пройдя сегодня у Гомели. У фойе Городского центра культуры гостей чакая выстава декорату на прикладной творчасти и народных храмествов. На протягу сяго вечера будут гучать белорусские народные мелоды и песни у выкананне вядомых фольклорных коллективов. На ведвальники вечера змогуть целком окунуться у атмосферу самобытной белорусской культуры. Кульминацией мероприемства станет концерт музычного фолк-проекта Ягорова Гара. У своей творчасти музыканты выкарастовываются правдные традиционные народные инструменты. Гузли, цимбалы, бубны, флейты, жалейки. У дельники фолк-проекта Ягорова Гара имкнуться раскрывать сучасной молодзи, хлебеню старожитной народной музычной культуры и передавать прыгажость традиционной манеры народных спева. А на передаче распачался масленичный альбо сырный тыдзень, а позже перед великим постом. Церква у гэтый час продписывая адмовец адмясной ежи. Можно уживать сыр и иншые молочные продукты. Кожный день масленичного тыдня мае свою назву, традиции и правилы. На протягу усих семи дзен принята ладзить гулянни, ходить у гостя, веселиться и, зразумела, пячи блины. Кульминацией тыдня з'является дараванная неделя, калі принятава усіх просить про бачэння. А пошний день завершают с традиционными проводзенами зимы и спальванем яе пудзела. У гомели масленицу будуть святкаваць 25 и 26 лютага. И до інших тем. Цікавые конкурсы, гульни и фотосеты. На выходных гомель наведали бонстіки. Гэта веселая цацкі-липучкі, які зараз набираюць ўсё большую популярність ў гандлёвой сеццы Евроопт, а так само ў интернет-магазінах ЕДАСТАУКА і ГИПЕРМОЛ. Наших коррэспондэнтаў так само запрасіли на яскравую шоу-праграму зудзелам патешных жахароу планеты Банитрон-24. Каучуковы игрушкі-липучкі стали модными и востребованными по всему миру. Они вызывают неподдельное восхищение у детей и взрослых. Благодаря торговой сети Евроопт, которая представляет этих забавных инопланетных существ Беларуси, волна веселья накрыла и нашу страну. Четыре ключевых героя – Кроулз, Людин, Лупач и Желтопос отправились в большой гастрольный тур по регионам. В Гомеле этих умилительных персонажей встретили по-особенному восторженно и многолюдно. Каждый хотел обняться с любимым бонстиком. После крепких обнимашек всем посетителям магазина Евроопт была предложена интересная развлекательная программа. Бонстики активно вовлекали детей и их родителей в веселые конкурсы, игры и викторины. Состязания на ловкость и внимание сопровождались улыбками и хорошим настроением. Вместе с забавными существами планеты Бонетрон-24 все присутствующие пустили в зажигательный танцевальный марафон. После многочисленных развлечений бонстики решили прогуляться по магазину, где все желающие смогли с ними сфотографироваться. А затем на своем ярком и заметном бонстик-мобиле они отправились разъезжать по городу. Казалось, гомельчане были в восторге от визита таких необычных гостей. Случайные прохожие устремлялись к бонстикам навстречу и не упускали возможности приобнять или сделать с ними селфи. Гастрольное шоу получилось действительно ярким, зрелищным и запоминающимся. Мне понравился праздник, потому что было весело, интересно. Я собираю коллекцию бонстиков и у меня уже 4 бонстика. Напомню, самый простой способ получить бонстика – это совершить покупки в магазинах Евроопт или интернет-магазинах Едоставка и Гипермол. За каждые 15 рублей в чеке без учета алкоголя и табака и при наличии дисконтной карты Е+, выдается одна игрушка. Если к этому же чеку добавить так называемые бонтовары, то можно получить еще несколько игрушек дополнительно. Коллекция разработана специально для сети Евроопт, состоит из 24 бонстиков. Каждая игрушка упакована в специальный флоупак-пакет. Через него невозможно увидеть или прощупать, какой персонаж находится внутри. Чтобы не растерять игрушки, рекомендуется собирать их в специальный альбом. В нем, кстати, напечатана настольная детская игра. К тому же, торговая сеть Евроопт разработала мобильную игру для смартфонов и планшетов. Скачать ее на мобильное устройство можно в специальном приложении в Google Play или App Store. На то, чтобы собрать всю коллекцию бонстиков, у белорусов осталось чуть меньше месяца. 15 марта акция в магазинах Евроопт завершится, и бонстики вернутся на свою родную планету Бонитрон-24. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Выглядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочем за развитем падею «Гомелей» в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин